Давайте устроим челлендж. Если этот видеоролик наберет 100 лайков за сутки, а я знаю, что он вряд ли наберет, ну в любом случае, я ставлю челлендж в первую очередь себе. Я пройду для вас эти две спецоперации на ветеране в соло. Давайте, ребята, 100 лайков и меня немножечко помучают. Всем привет, с вами Спектр и я очень часто люблю выполнять просьбы подписчиков. Одна из них была, почему ты не прошел дополнение к спецоперации Modern Warfare 3, но в принципе, почему бы и нет. Сегодня я буду проходить только спецоперации из первого дополнения к Modern Warfare 3, а уже в следующем видеоролике мы с вами посмотрим спецоперации к Modern Warfare 3 DLS номер 3. К сожалению, DLS 2 у меня нету. Не знаю, если хотите гифт прислать, то в принципе, почему бы и нет. Я бы их тоже прошел, но в свое время я просто не купил это дополнение. Кстати, в четвертом DLS нету спецоперации. Так вот, я сегодня пойду один, потому что у Дениса нету DLS. И для вас есть плохая новость. Я не буду проходить это все на ветеране, потому что, знаете, на самом деле я не хочу просто тратить свое же время, потому что в соло на ветеране проходить это очень тяжело. Это гораздо тяжелее, чем в кооперативе. Поэтому давайте просто с вами пробежим эти самые спецоперации и вы на них посмотрите. Начнем со спецоперации Черный Лед, а вторая будет Переговорщик. Это миссии из первого дополнения, а вот эти вот последние четыре, это все из третьего DLS. Ну что, давайте начнем. Черный Лед, сложность... Давайте рядовой. В принципе, я хочу здесь только показать вам эти спецоперации, потому что на Ютубе, не знаю, если есть, то очень старые видеоролики по этим спецоперациям. Итак, первое дополнение. Кстати, второе дополнение. Я помню, там одна спецоперация, один чувак должен ездить на танке, другой на земле, а вот второй какой, я не помню. Серьезно. В третьем вроде все помню, спецоперации какие есть. Вот. Итак, Black Eyes, Черный Лед. Найдите и уничтожьте военный завод Макарова. Поехали. Мы сначала едем на снегоходах. Нажать, удержать W, чтобы ехать. Найдите вход в шахту. Кстати, здесь есть ачивка в Стиме. Нужно убить 13 чуваков на снегоходах, когда мы едем на этот завод. Она у меня выполнена, если я не ошибаюсь. А если и не выполнена, то я не знаю, почему бы не добить ее, да? Вот. Так, полетели. Или там надо просто 13 человек убить. Одно из двух, короче. Кстати, их надо убивать именно с оружием. Вот. То есть, это сделать будет довольно просто. Здесь, кстати, скорость еще указана. Такие дела. Не, походу она у меня выполнена, или я что-то делаю не так. Потому что я уже еду довольно долго, но ничего не происходит. Не, вроде там надо убивать чуваков на снегоходах, именно. Именно на снегоходах. Ну, не выполню, так не выполню. Мне как-то на самом деле наплевать. Кстати, мы не всю миссию будем вот так вот ехать, если что. Мы даже воевать будем, прикиньте. Такая вот инфа для вас. Тут, кстати, капитан Прайс с нами командует. Капитан Сына. Ну ладно, это уже заезженная шутка на самом деле. Слушай, да сколько можно? Мне уже это... Надоело их обстреливать. Не, их, конечно, можно и игнорировать, я не против, да. Отлично. Он, кстати, сейчас сказал, берегись чуть-чуть попозже, когда вертолет упал. Ну, еще минус один. Вот мы, кстати, уже с вами доехали до этого самого завода. Не, мне ачивку не дали. Не, без ачивки на этот раз обойдемся. Итак, поехали, друзья. Так, эта тачка горит. Пробиваемся к лагерю. Да, я иду один. Насчет, будет ли здесь бесконечность врагов, ребят, я не знаю. На финале точно будет. Когда нам нужно будет к снегоходу обратно выбраться. Это, как вы понимаете, миссия сингла, где нам надо спасти президента Варшевского. Та самая шахта, только мы выполняем обратный путь, по-моему. Или один из альтернативных, короче, путей. Прицел все равно подлетает в задницу, даже на этой сложности. Так, а какое у нас второе оружие? Э, FN 5-7, вы что, серьезно? Ладно, неважно. О, кого-то еще убил. Так. Ага. Может, кстати, нормальное оружие есть? РСАС, страйкер. О, кстати, давай-ка я РСАС, наверное, заберу. Есть. Да, сейчас бы еще умереть на гранате. Ну, я, кстати, в соло эту миссию проходил на ветеране. Но это было очень тяжело. Поэтому я не хочу это все дело повторять. Он еще говорит это, кстати, в стелс-моде. Ой, я сейчас бы умереть еще, да? Братан. Не хочу умирать. Не надо. Так, это офис охраны. Так, теперь нужно еще штурмовать это помещение. Полетели. Анимация другая уже. Не такая, какая была. Так. Три хэдшота. Так, запуск самоуничтожения. И у нас есть минута 15. Представьте, как это выполнять на сложности ветеран. Нам надо за минуту спастись вот из этого ада. Ладно, на рядовом это еще легко сделать. Отлично. Не, вроде их тут не бесконечно, но они поначалу будут отступать, но в конце они нам зададут жару. Вот здесь, да. 45 секунд. Хотя нет, смотрите, они особо не воюют. Но я помню, у меня с ветераном тут были проблемы, я вам серьезно говорю. Все. Главное выйти из туннеля и отсчет прекратиться. Вот и все, друзья, спецоперация пройдена. А еще нет. Погоди. Это еще не все. А, это же это огневая задача вроде, да? Только наоборот. Так это и делается. Отлично, друзья, мы выполнили с вами это дело. Но, к сожалению, на рядовом. Давайте устроим челлендж. Если этот видеоролик наберет 100 лайков за сутки, а я знаю, что он вряд ли наберет, ну, в любом случае, я ставлю челлендж в первую очередь себе. Я пройду для вас эти две спецоперации на ветеране в соло. Давайте, ребята, 100 лайков и меня немножечко помучают. Вторая спецоперация называется Переговорщик. Давайте, чтобы было как-то поинтереснее, может, закаленный поставим. Совершите побег и спасите как можно больше заложников. Вот эту спецоперацию я, кстати, забыл из первого дополнения. Я помнил Блэк Айс, а вот Переговорщик, серьезно, я забыл о ней. Но сейчас с радостью освежу себе память и напомню себе, что это за спецоперация. Тут, по-моему, начало, кстати, клевое довольно будет. Но сейчас проверим. Я даже не помню, где, кстати, действие происходит. Ладно, неважно. Во! Да-да-да, смотри! Найдите оружие. Тридцать четыре заложника осталось. Во! Да! Я вспомнил, что это за спецоперация. Осталось тридцать три заложника. Ну, как вы понимаете, спецоперация, понятно, что из себя представляет. Бляха, муха, я заложника убил. Есть. Ну, сори, чуваки, так получается. Все сделано на заложниках, чуваки. Заложники спасены. Но всех их я все равно не успею спасти. Это было слишком быстро. Хорошо, давай еще раз. Остальные смерти будут тупо вырезать уже. Есть? Давай с тридцать пяти. Ну, кстати, тут можно ориентироваться по залогам. Сколько спасем, настолько мы близки к концу спецоперации этой. Не, она, кстати, довольно клевая, серьезно. Готово, да? Шесть есть. Так, подожди. Давай П-90, да, заберем. Есть. Охренел там, что ли? Какого? Что это за херня вообще? Как они так рашат? На этот раз сразу за укрытие пойду. Так, я их триггерну. Давай. Как дерьмо, а? Убью хоть кого, нет? Нет, никого не убил. Они классные прострелы довольно делают. Да, на ветеране это проходить, наверное, одно удовольствие. Наверное. Я, конечно, не полностью в курсе насчет этого, но уже предвкушаю, если 100 лайков наберется. Все? Кому ему да. А, погнали. Это, я так понимаю, следующее помещение, да? Не. Минус залог. Ёб твою мать. Мне конец. Пожалуйста, отдышись побыстрее, братан. Спасибо. Да плевать на них. Слушайте. Не ставлю себе цель всех залогов спасти. Я вам серьезно сейчас говорю. Это очень тяжело на самом деле. Бляха-муха. Что, дебил что ли? Вот эти чуваки в противогазах, они, конечно, топовые, да. Ладно, погнали. Тут, кстати, нас не ограничивают, даже если мы убьем залога. Еще спасли кого-то. 15 из 35. Выход, выход. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Найс. Есть. Что-то мне страшно дальше уже продвигаться. Залог спасен. Вертолет. Сейчас, чуваки, отработайте. Всех залогов мне сейчас отработается, чуваки. Оу-оу-оу-оу. Нормально. Э. Еще минус один. Есть такое. Может, хватит-то? Ну, чуваки. Ну, вы серьезно? Вам меня не одолеть. Я же один. У вас, вон, миллиард, я всего один. Как вы понимаете, это миссия персоны нон-грата из сингла Modern Warfare 3. 21 из 35. Ой, сейчас будет жопа, походу. Сейчас главный двор будет. Ой, сколько тут залогов-то. Ёпт, твою мать. Еще и бомбу надо дефьюзить. Капец им, походу. Капец им, чуваки. Да никого я не спас. Они сейчас взорвутся, твою мать. Да. Там было слишком много врагов. Кстати, им урон почти не наносится. От бомбы. Ну, сори за логи. Из меня вышел бы плохой спасатель. А, еще если не раздефьюзишь бомбу, дым будет идти. Нифига себе. Смуг виды в ридей, блин. А то теперь гранаты можно раскидывать, кстати. Они, кстати, нас видят. Я в этом уверен. А вот мы никого не видим. И вот как здесь пробиваться? А, он расселся. Нормально. Есть. 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 У меня было другое мнение насчет этой спецоперации. Я думал, что тут не такое месиво, конечно, происходит. Ну, спасибо, что нет хотя бы бесконечных врагов. И на том спасибо, скажем так. Только лишь бы меня сейчас одной пулей не избрили. Кого там потери? У вас. Ну, не у меня уж точно. Я так понимаю, это последнее помещение. Или нет? А, да, штурмовать. Погнали. И там сейчас окажется Юрий, Соуп и Прайс, да? Не. Кого спас, того спас. Миссия выполнена. На две звезды даже. Ну, это было довольно неплохо. Вот такие спецоперации предоставляют нам первое дополнение к Modern Warfare 3. Как я и сказал, если вы хотите, чтобы это все дело прошло на ветеране, с вас сотня лайков за эти сутки. А дальше мы с вами будем проходить уже спецоперации под третьим дополнением. Арктический патруль, вертик, огромный небесный и спецпосылок. С вами был Спектр. Всем спасибо за внимание. И пока-пока-пока.